вот этот отдел с накшатрами и так начнем сначала нужно посмотреть асценденты вот у нас асцендент мужчины карта женщина у нас это вот такой светлый квадратик а вот это все темно это карта мужчины и смотрим асценденты вот асцендент мужчины это венера в огне асцендент женщины это венеры в близнецах и мы смотрим стихии стихии дружат между собой то есть воздух женщины питает огонь мужчины так так приветик а напишите меня хорошо слышно и и получается что вот этот огонь он подогревается подогревает интерес расстояние между асцендентами считаем 1 2 3 тоже очень хорошее дает рост дальше мы смотрим лагнеш лагнеш у мужчины марс потому что овном управляет марс вот он находится где а лагнеш женщина меркурий вовне и смотрим где же у нас лагнеш до женщины вот он соотношение между ними 2 12 негармоничным то есть 1 2 и вот сюда будет 12 отсчитываться это не гармонично что-то буду я говорить подробнее что-то покороче что-то потом добавлять следующее что мы смотрим это луна луна у нас отвечает за эмоции чувства заботу и бескорыстие в отношениях и у мужчины луна в скорпионе соединяется с кету у женщины луна в водолее и стихией получается здесь вода и воздух они не дружат а создают высокие волны но соотношение между ними раз два три четыре это хорошие то есть есть возможность договориться понимать друг друга дальше мы должны посмотреть по управителям накшатры накшатры мы смотрим луна вот у нас мужчина луна у него накшатра свати а у женщины накшатра шравана и управитель у них получается у женщины луна у мужчины раху и раху с луной враги несовместимость плюс здесь идет наложение луны кету на кету женщины что может дать сильную связь с одной стороны и даже напоминать одного из родителя может давать большую чувствительность друг другу но при этом положении нужно давать свободу во внешнем мире не замыкаться в своем в таких отношениях своих а все-таки давать свободу каким-то интересам во внешнем мире плюс у мужчины луна скету непростое положение в скорпионе и человек может чувствовать что он немножко такой отрешен может быть не такой как все может быть скрытым но зато у этого человека будет очень хорошая интуиция это может не обязательно проявляться да на людях но внутри у него может быть какой-то такая дисгармония потом смотрим солнце солнце у нас отвечает за эго лидерство духовность понимания амбиции и мы также смотрим где у нас солнышко солнышко у женщины у нас вместе с раху в тельце у мужчины у нас солнце в водолеи вместе с меркурия и также смотрим стихии стихии земля воздух они не дружат создают были пыльные бури управители накшатр также смотрим солнце у мужчины в тхаништхи у женщины в бхаране и получается управители марс и венера отношения здесь будут нейтральные расстояние тоже хорошие 4 10 могут договориться плюс у женщины раху солнцем это может проявляться как эгоизм гордыня и энергию нужно направлять на то чтобы проявлять инициативу индивидуальность и свою харизму плюс солнце меркурий на луну женщины накладывается да вот видим солнце меркурий мужчина накладывается на луну женщины и и в этом но в принципе это неплохое соединение но могут быть вопросы во взаимных договоренностях то есть какие-то конфликты все-таки могут быть в хорошем ключе такое соединение может дать взаимопонимание и духовную гармонию дальше смотрим меркурий меркурий у нас отвечает за общение общие интересы в принципе все настрии меркурий не так важен да но мы все равно конечно его рассмотрим у женщины меркурий находится вовне у мужчины меркурий находится в водолее это в принципе стихии дружат у них по управителям а получается луна кету это враги соотношение 3 11 хорошее до возможен рост при правильное такое взаимодействие и есть в принципе таким людям есть о чем поговорить но опять-таки могут быть какие-то конфликты дальше мы смотрим венеру венера дает нам любовь романтику один из видов сексуальной совместимости вкус и предпочтения и мы также смотрим венера у мужчины вовне у женщины близнецах и огонь и воздух стихии дружат да как мы поняли они уже питая друг другу соотношение тоже хорошие 3 11 дает рост но по управителям получается сатурн и марс марк сатурну относится не нейтрально так а сатурн к марсу враг и если считать совокупную дружбу то получается вражеские отношения но смотрим еще что венера накладывается мужская на меркурий женский и это соединение может сглаживать принципе углы какие-то вот в сорах то есть все-таки общее что-то могут так как-то сглаживаться дальше мы будем смотреть юпитер юпитер у нас дает мудрость уважение в отношениях и здесь мы видим гармонию такую наложение до юпитер на юпитер в знаке девы так и также смотрим накшатра тоже получается одна на двоих пурва бхалгуни что тоже очень хорошо уважение должно быть способность партнеров сохранять все на легком уровне оптимизм удачу если в их отношениях будет одинаковая такая жизненная философия то будут хорошие перспективы в принципе могут быть даже одинаковые взгляды на жизнь в этом партнерстве но единственное что может обратить омрачать это вот мужской ретро юпитер у него может отличаться понятие от женского до каких-то своего мнения возможно но в целом хорошо причем поруб халгуни такая накшатра который стремится извлечь максимальный результат максимальные блага но такому союзу не мужчине не женщине в коем случае нельзя участвовать в схемах быстрого обогащения тогда они вместо обогащения получат наоборот скажем так нужно избегать отношениях излишней критики потому что могут ругаться например из-за плохо вымытой посуды особенно мужчина потому что вот это соединение не соединение а вот ретроградность она дает свое такое восприятие плюс смотрим что это дева и дает консерватизм в принципе у женщины тоже но вот у мужчины может это больше проявляться все на своих полочках все на своих местах там может быть дотошность какая-то все вот нужно вот избегать желательно дальше смотрим сатурн сатурном показывает какие-то границы препятствию поддержку и мы тоже видим здесь наложение мужчина опять сатурна ретро это не очень хорошо но в принципе тоже хорошее соединение потому что в одном доме в одном знаке опять-таки у них одна и та же накшатра это тоже хорошо у женщины марс до влияет на мужской сатурн опять-таки могут сотрудничать давать поддержку друг другу вместе преодолевают трудности и избегать нужно излишнего контроля избегать меланхолии пессимизма учиться больше проявлять нежность и ласку потому что сатурна в раке рак это у нас до луна хозяйка луна и сатурн влияет и поэтому могут создаваться какие-то депрессивные настроения вот тоже желательно все это от себя отталкивать и нужно благодарить за то что есть учиться принимать заботу окружающих в том числе говорить себе что этого достаточно нет никакого недостатка и не стремиться контролировать ситуации людей больше доверять жизни и себе вот излишнего контроля желательно тоже избегать дальше посмотрим марс марс у нас отвечает за действие и индивидуальность и здесь мы тоже смотрим где у нас находится марс марс мужчина находится в тельце вместе с раху марса женщины находится в раке вместе с сатурном у мужчины в тельце у женщины в раке до повторюсь земля вода стихии дружат вода питает землю управители накшатр кету и раху дружны соотношение 311 хорошо то есть агрессии руганье до какого-то рукоприкладства они будут избегать но вот у мужчины например до марс раху так ложка дёгся до немножко большая энергия то есть и он может ее выплескивать в виде агрессии и нужно заниматься спортом ставить себе цели идти на пролом развивать до спокойствие ума у женщины марс с сатурном может знаете что давать непонимание чужих проблем она например может не понимать какие проблемы у мужчины или давать ему какие-то советы а он не захочет их воспринимать то есть как-то вот тут нужно будет уже женскую мудрость включать а то будут слезы потому что у женщины марс и сатурна в накшатре ардра и могут давать слезы вот во втором доме я бы конечно спросила у нее что в родительской семье но мы сейчас не об этом конечно и с таким положением да то что вот раху марс мужчина может требовать а женщина больше например того же внимания и тоже может холоднее относиться к ее чувствам чего-то не заметить даже вот просто по венере в овне он может такой распыляться но не замечать да это его природа то что он может быть не внимательно к ее чувствам вот и женщине возможно будет трудно отдаваться полностью семье опять-таки потому что меркурий у нее в овне и ей нужны будут вот внешние интересы тоже а мужчина может требовать например постоянного внимания плюс мы так можем сказать еще что если что повторюсь раху солнцем у женщина может давать такую материалистичность эгоизм стремление к независимости вот что хотела добавить еще что мы завидим до заметили что здесь получается кармические задачи у людей 1 1 на двоих по знакам по крайней мере потому что у мужчины естественно у него все планеты будут по другим домам совместимость только по знакам делается и но мы смотрим что в знаках раху и кету в одних получается ось телец и скорпион то есть этой паре нужно искать внутреннюю и внешнюю стабильность быть ближе к земле до часто бывать на природе может быть даже жить в своем доме не опускаться такой сверх материализм потому что все таки у нас телец материальный очень знак он очень много хочет материальных желаний а скорпион то и кету они наоборот духовность то есть нужно как-то баланс между духовным и материальным также следует избегать подозрительности больше доверять научиться выражать свои эмоции и не спорить также по накшатрам если смотреть совместимость я уже здесь ее не выводила просто так вам расскажу что они находятся в разных готрах готры это рот то есть это хорошо рот у них разный тип лунных накшатр одинаковые подвижный они могут любить перемещаться путешествовать хотя перемены могут быть и вынужденные да то есть они могут и не хотеть на что-то их вот вытолкнет на какие-то перемены также цель у лунных накшатр это кама желание наслаждение да то есть получать удовольствие через органы чувств если что нравится то таким людям принципе сложно от этого отказаться например нравится какой-то вкус и вот будут пить там кофе или что-то еще до изнеможения то есть меры не знать также у луны женщина накшатра смотрит вверх это способствует росту и развитию человека у мужчины накшатра луны смотрит в сторону то есть она склоняет его искать различные возможности полезно я бы сказала этой паре заниматься вместе кундалини йогой изучать тантру то есть тантры это путь духовного роста который хотя имеет до начала но она какое бесконечное то есть всегда нужно вот как-то на духовном пути и стоять так сейчас еще посмотрю что я хотела если добавить вот опять да у мужчины тоже может быть такой порывистый характер что-то может сгоряча сказать а женщина вот своим вот этим эгоизма мраху солнца может подлить конечно огня в огонь то тоже нужно себя естественно контролировать так ну в принципе все по нумерологии совместимость тоже показывает что у женщины число 3 3 число юпитера у мужчины число 2 это отвечает да луна более он такой скорее всего восприимчивый женщина может вот любить поучить может быть где-то вот и такие вот женщина да с числом 3 они могут давать двойкам хороший совет и чувствовать по отношению к ним симпатию вот и поэтому с одной стороны и хочется дать какой-то совет возможно да ему но он может со стороны именно своей мужской как-то это не принимать поэтому нужно к этому относиться спокойно